О! Крэш! Ну и че ты вылупился? Так, и че? Всем привет! Что можно сделать из-за этой штуки? Или из-за этой штуки? А потом добавить щепоточку вот этой штуки? Хмммм, интересно. А сделаю я как она не ретро-консоль. Есть у меня Raspberry Pi 3B. Это, конечно, не четвертая версия, не 3B+, но тоже неплохо. Флешка на 128 гигабайт. Александр, привет! Спасибо огромное! Сергею за предоставленную Raspberry Pi. Итак, давайте приступим. Изначально из коробки флешка выглядит вот так. Скорости, предоставленные на этих скриншотах с Raspberry Pi по локальной сети. Эти скриншоты из картрайдера, подключенного через USB 3.0 и выдающие честные заявленные характеристики флешки. Ну что ж, а теперь давайте приступим к самому интересному установке операционной системы Батасера. Батасера, 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 блин, короче, Батасера и все, я ее буду так называть. Лучше буду звать тебя на Фаня. Заходим на официальный сайт, ищем нашу Raspberry Pi, конкретно какая будет у вас, я не знаю. Но суть от этого не меняется. На моем случае Raspberry Pi версия Б. Вы, естественно, качаете нужную версию вам. Все, что вам нужно, вы найдете в описании к этому видео. А теперь давайте установим систему на нашу флешку. Вставляем флешку в картридер. Картридер вставляем в комп, естественно. Нажимаем сюда, выбираем образ. Жмякаем сюда, выбираем нашу флешку. Нажимаем на эту кнопочку. Соглашаемся, ждем. Процесс будет проходить настолько быстро, насколько качественно у вас флешка. Я проверял на разных флешках, и скажу вам так, что на некоторых флешках это работает быстрее, на некоторых флешках это работает медленнее. Так как в моем случае флешка неплохая, соответственно, это проходит быстро, и я не буду ускорять видео, потому что я не вижу никакого смысла в этом. Но скажу, что проходит это довольно-таки за пару минут. Да, и кстати, почему я именно выбрал Батасера? Потому что, как по мне, импут лак там минимальный. В отличие от ретропаев и всех остальных. Вы, естественно, можете выбрать другую систему. Я вам рассказываю, как установить именно эту систему. Идет верфикация. Верфикация проходит тоже недолго. В моем случае, в вашем случае, может проходить немножечко быстрее или дольше. Все зависит от вашей флешки. В вашем случае может проходить верфикация дольше. Соответственно, нужно немножко дождаться и набраться немного терпения. Ждем. Субтитры сделал DimaTorzok далее вставляем нашу флешку в малинку и продолжаем настройки первую очередь нам нужно настроить контроллер заходим в настройки настройки контроллеров и настраиваем контроллер как бы это странно не звучало так как малинку я уже запускаю не в первый раз и контроллеры у меня уже были настроены в моем случае контроллер я вам ps4 вводим джойстик в режим поиска устройств а малинку вводим поиск синезубных устройств какая дилемма ждем пока контроллер начнет мигать странным образом нажимаем крестик и он у вас должен определиться первый раз когда вы будете включать систему после установки флешки а система у вас первый раз запросит настройку контроллера автоматически также можно настроить какой джойстик и какому порту он будет подключен можно подключить до 8 джойстиков теперь нужно произвести настройку локальной сети и подключим наше устройство вай фай сети нужно для начала включить вай фай сеть перезагрузить устройство найти нам нужную сеть и ввести пароль от вай фай но можно также подключить по кабелю то есть по лану берем любой кабель который подключен у вас к роутеру подключаем к малинке и радуемся жизнь естественно по кабелю будет работать интернет веселее теперь надо поменять в малинке язык на наш великий и могучий русский для этого заходим в меню далее проходим system setting меняем с английского на русский перезагружаем малинку все готово чтобы подключить малинку по локальной сети желательно отключить вай фай не знаю как у вас но у меня почему-то глюкнуло и в лан сеть не всегда подключалась с включенным вай фаем также чем мне понравилась эта система что можно посмотреть какие именно темы можно установить и их видно визуально не надо начали скачивать потом смотреть это очень удобно и мне это очень понравилось также можно загрузить рамки рамки нужны для того чтобы в играх по бокам у вас были не черные полосы а допустим какая-нибудь картинка была то есть она заполняла это черное пространство также здесь вроде бы как есть обновление но не знаю работает ли она или нет тут очень большой вопрос потому что обновлений нет теперь давайте закинем игры обращаем внимание на пиктограммы в верхнем правом углу это обязательно заходим на двойной слэш батасера там будет папка share и в там будет папка bios в которой нужно закинуть обязательно bios и от приставок bios и можно найти на просторах нашего любимого интернета папки сейф хранятся ваши файлы от игр а в папке ром сохраняться ром и давайте разберем его поподробнее ну допустим на папке нес то бишь один каждой папочки есть подсказка файлик текст так вот в нем находятся все вся информация о том какие ромы нужно закидывать в данную папку какие ромы именно поддерживаются инфо текст и ищем файлик и добавляем ну вот как моем случае допустим в папке дэнди есть как нес вариант так и zip вариант то есть файлик инфо написан вариант как тот так и тот обязательно проверяйте и у вас все будет работать я думаю в принципе это не сложно ну а теперь давайте перейдем к самому интересному во что же все таки можно поиграть на этой чудо мини консоли так Продолжение следует... 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 Продолжение следует...